а звук вообще как в перу как в перу в это валято там бы такой есть только будет повыше ну скажешь да притащили возможно достатки от храма и просто подставить пойдем что-нибудь расскажешь про блок вот наталья тоже очень расскажет и с отрицательными блоками такой же блок есть по такому же принципу сделки возможно что-то не представляли что-то еще в общем что-то там по ним скажи как направляющий вот и явно не фараон его присыпали вот это я не обратил внимание 630 что-то установлены потому что нужно просто как бы тоже пазы такие выбит что-то сюда вставлялся защелкивался может может быть это а может быть вопрос как куст притащили здесь совпало может поэт поэтому да дать укат в принципе могли тоже здесь еще подружка саркофаза что-то было и вообще доставил он всегда здесь что-то как-то по вертикально причем вставлялась должно было ставиться чтобы не болталась об этом и говорил что что он какой-то странный на замок тихо тихо надышалась там внизу нет это просто на камень наступил и меня повалило сразу я вообще не полетел да вот это я раньше не знала вот какой-то цвет такой был вот такой дальше разметки вот это один блок а вот здесь прорезли была какая-то разметка может быть что-то другое вот так это все ценный блок это один облачок нет я стою вот непонятно чуть погромче когда говорите сюда что-то тоже должны были поставить какой-то блок гнездо под следующий слой на глаз еще у него и ширина вот же запил огромный а вот же запил огромный да просто просто такой вот шикарный запил а пошлите на разметку это там просто да надоед его позвали на обед правда на обед что серьезно да обедать и раз так пил говорит хопа нет и мы сказали тебе премии лишат а ему подзатыльник а ему подзатыльник все как пилим пилим я не представляю это столько расходников надо столько сил я вообще не стуконосимы да высоту мы даже не знаем сколько ну этот тонн на 20 я посмотрел неважно на глаз побольше да его заканчивается вот он заканчивается да он обломанный а если вот этот брать вот этот 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 метра три с половиной может он на 50 потянет у него глубина почти два метра и вниз мы еще не знаем сколько там а этот вывезем а этот вывезем он это самое в основании там метров шесть наверное но обработан конечно просто обтюканый там страшно но сама по себе но укладка да вес сколько сил надо потратить чтобы нужно задать вопрос а как нет ну это древнее основание это понятно ну да а вот это уже здесь тоже вот видите основание это гранитный блок лежат вот это с прорезями он тоже гранитный и он он вполне возможно что доходит до вот из стены вполне вероятно лопатка вот там я вроде водная эрозия уровень был бы более такой ровный скорее все таки это ветропесчаная эрозия просто чуть ниже был слой песка и здесь деформировала да там песка было побольше и соответственно это потом какой-то уровень песок поднял сюда и здесь ну и так далее конденсат ниже на контакте это когда начали раскапывать современности а это могло быть 6-7 тысяч лет назад 6-7 тысяч лет назад было засыпано а вот а мы может вода может если бы это был прибой были бы волнообразные больше чем такие ну там же не одна волна и множество ну короче я просто делюсь той информацией который который высказывал хаврушкин он все-таки диафизик какие-то знания у него есть может в этом есть некий момент правды да это чуть-нить если был бы прибой тут была бы оказана я предлагаю или нет эээ прибой мог быть всего-то там полгода но.. а она окатывается за месяц известняковой не нет известняковон окатывается на момент Я тоже против водной эрозии. Все вопросы от Таврошкина. Такой же тоже к физике отношения имеешь? Нет, с приборами, я по-моему, с эсмическими. Это они, а я финансирую. Все, понял. Финансирование претензий есть? Нет. Вот и все. Только иди сюда, претензий, что мало. Наоборот, чересчур много и скратился, и сейчас страдаю. Из-за этого. Ну вот, распор, видите, что пирамида покоится на фундаменте и достаточно большого количества рядов грубо обработанных блоков. Но эта грубая обработка и как бы неряшливость их подгонки друг к другу не должна вас смущать. Вы видите, пирамида, имея колоссальную массу, вот так, на скидку, она несколько сотен тысяч тонн должна была весить. Все равно по нижнему ряду облицовки видно, что она ничего не деформировала. Если вы просто положите камушки неряшливые, не зная, как они утрамбованы и как они будут себя вести в процессе усадки, их поведет, пирамида поведет и все разрушится. Мы не видим этих самых трещин, которые бы привели к разрушению. Поэтому те, кто укладывал, щетка представляли, как будет вести себя усадка, что она не приведет к разрушению пирамиды. И это мы видим, как правило, это будет в других пирамидах. Я буду обращать ваше внимание, и вы сможете убедиться, что древние ребята не на глазок это делали. А вот если бы это делали фараоны, у них бы это все покосилось, развалилось и разрушилось. Потому что у них не было опыта тысячелетнего для работ с такими конструкциями. Тоже, пообщем-то, доказательство существования и работы ДВЦ. Внешняя часть пирамиды Унуса на данный момент находится в полуразрушенном состоянии. Выглядит сооружение просто как гора крупного щебня. О том, что это могло быть когда-то пирамидой, свидетельствуют только блоки, оставшиеся в основании. И нижние большие блоки облицовки из белого известняка. Блоки тщательно обработаны и подогнаны друг к другу с минимальным зазором. Угол наклона пирамиды 56,9 градусов. Стыки между блоками местами не вертикальные, а под углом, что увеличило прочность складки. На северной стороне пирамиды на облицовке заметны следы сильной ветропесчаной эрозии. Заметны следы как древней, так и современной реставрации в виде множества маленьких блоков, имитирующих форму облицовки. А кое-где маленькие камни подпирают или просто заполняют пространство между облицовкой и самой пирамидой. Есть места и вовсе загадочные. В облицовке пирамиды можно встретить блоки с барельефами и иероглифами, а ведь это совсем не характерно для таких сооружений. С южной стороны встречаем вкладки блок с барельефом сокола и звездами, явно имеющие другое место происхождения. На то, что в основании пирамиды находится мегалитическое сооружение, указывает самый длинный известняковый блок вкладки в первом ряду с восточной стороны. Его длина около 7 метров. Недалеко от него можно заметить гранитный блок в рядах облицовки. Блок имеет два параллельных паза, немного расширяющихся вглубь. Неизвестно ни то, когда этот блок строили в стену пирамиды, ни то, какому сооружению он изначально принадлежал. Возможно, что вместе с другими разбросанными вокруг гранитными блоками припирамидного храма он был частью неизвестной конструкции. Субтитры создавал DimaTorzok Все эти странности склоняют к предположению, что пирамида строилась в несколько этапов. Вначале было возведено мегалитическое сооружение, которое сохранилось в виде подземных коридоров и нижних рядов вкладки с облицовкой. Намного позже уже тогда древнее и поврежденное сооружение было отремонтировано с применением подручных материалов, а уже потом на третьем этапе сверху была насыпана гора крупного щебня, имитировавшая разрушенную пирамиду. Вход в пирамиду Унаса находится с северной стороны, как и у большинства пирамид Египта. Посетителей сюда не пускают. Ветер месяцами сметается все округи в подземелье, оставленные туристами мусор. Вход внизу закрывает металлическая дверь. Несколько попыток проникнуть за нее закончились неудачей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова